Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 29 мая, и свои именины отмечают православные христиане, нареченные в честь святых – Федора, Ефрема, Александра, Георгия. Пусть мир и Божие благословения пребывают с вами, дорогие именинники, и желаю вам радости и помощи Божьей в благих делах и добрых начинаниях. Сегодня Православная Церковь совершает память преподобного Федора Освященного. Преподобный Федор назван священным, потому что первый в своей обители был рукоположен во священнике. Преподобный Федор происходил из Египта и был сыном достаточно богатых и знатных родителей христиан. В нем рано появилось стремление к иноческой жизни. Однажды, когда в доме родителей в честь праздника Богоявления было большое угощение, отрок, не желая принимать участие в пиршестве, скорбел, что за радости земной жизни будет лишен их в жизни будущей. 14 лет он тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услышав о преподобном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий с любовью принял отрока пришедшего, будучи предуведомлен Богом о приходе его. Оставшись в обители, преподобный Федор быстро преуспел во всех иноческих подвигах, особенно же в послушании своему наставнику и в сострадании к окружающим братьям. Мать Федора, узнав, что он находится в Тавениской обители, с письмом от епископа, пришла к преподобному Пахомию, моля о свидании с сыном. Но инок Федор, опасаясь нарушить обет, отречения от мира, отказался видеться с матерью. Видя разум и способности святого Федора, преподобный Пахомий однажды сказал ему говорить по учению братьев от Божественного Писания. Святому Федору тогда было 20 лет. Он беспрекословно поминовался, повиновался и стал говорить, но некоторые из старших братьев оскорбились тем, что им читают по учению новоначально инок и удалились. Тогда преподобный Пахомий сказал ему, «Вы покорились дьяволу и своим сомнением погубили все свои труды. Вы не Федора отвергли, но отвергли Слово Божие и лишились Святого Духа». Пахомий назначил преподобного Федора строителем Тавинистской обители, а сам удалился в более удаленный монастырь. Святой Федор продолжал с сыновней любовью заботиться о своем наставнике. При смертной болезни преподобного Пахомия ухаживал за ним. Когда великий Авва приставился ко Господу, то закрыл ему глаза. После смерти преподобного Пахомия святой Федор управлял Тавинистским монастырем, а позднее стал во главе фиваидских обителей. Преподобный Федор Освященный прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений. Он был хорошо известен святителю Афанасию, патриарху Александрийскому. Почил святой Федор в глубокой старости в 368 году. Дорогие братья и сестры, пусть мир и Божие благословения пребывают с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...